коллега я тебя приветствую на связи давид резаев сооснователь национальной ассоциации аукционных брокеров наш бизнес это аукционы по банкротству мы в данном бизнесе работы профессионально в рамках всей российской федерации мы пошли дальше даже сделали под все это дело свой правосоюз свою ассоциацию и мы называемся аукционные брокеры собственно эту профессию наша остаться и продвигает на рынок российской федерации в сегодняшнем видео я хочу тебе рассказать кто же мы такие аукционные брокеры как мы работаем у каждой профессии есть свой алгоритм работы свои обязанности и вот как раз таки сегодня на эту тему я хочу с вами и пообщаться и рассказать в общем как я уже сказал наш бизнес это аукционы по банкротству данный бизнес мы уложили в четкие пять понятных шагов делай один два три 4 5 и будет у тебя на выходе результат результат равно деньги и собственно поехали пятишаговая система шаг номер один для того чтобы начать работать в данном бизнесе ты должен уметь искать лоты по-другому говоря мониторить лоты мониторить объекты объекты продаются на аукционах по банкротству с 55 электронно торговых площадок есть агрегаторы где торги с аккумулировать с аккумулированы в одном месте есть единый федеральный реестр сведений о банкротстве где также данные торги с аккумулированы в одном месте это такой государственный агрегатор собственно там мы и ищем данные лоты данные торги на самом деле не сложно искать лоты самое сложно определиться в каком направлении вы будете работать на торгах по банкротству потому что на торгах по банкротству насчитывается более 25 направлений квартиры машины спецтехника коммерческая недвижимость земельный участки оборудования и так можно перечислять очень очень долго мы у себя в компании работаем в двух основных направлениях это направление спецтехники и направление коммерческой недвижимости сегмент битуби нам интересно работать с предпринимателями и каждому направлению у нас есть вы требования с коммерческой недвижимости у нас задача получать комиссионное вознаграждение минимум 500 тысяч и выше а со спецтехники у нас задача получать комиссионное вознаграждение 300 тысяч и выше и вот исходя из этих критериев мы должны мониторить такой лот чтоб с учетом нашей прибыли с учетом нашего заработка его рыночная цена в яндексе на авито в гугле в общем рыночная цена должна быть на 10 20 процентов дешевле в этом случае мы данный лот быстро капитализируем мы за быстрые деньги мы за быстрые сделки сложного на первом шаге ничего нету главное определиться в каком направлении мы работаем и искать лоты чтоб они были дешевле на 10 20 процентов от рыночной цены едем дальше шаг номер два шаг номер два называется проверка лота проверка объекта на данном шаге наша прямая задача понять в каком же состоянии находится лот можно ли его покупать какое у него техническое состояние внешнее состояние и так далее для этого мы запрашиваем документы у конкурсного управляющего мы берем телефон мы заходим на электронной торговой площадке смотрим его номер звоним конкурсному управляющему представляемся кто же мы такие и говорим уважаемый конкурсный нас интересуют документы фотографии отчета ценчика и все сопутствующие материалы по такому-то лоту должник такой-то будьте добры вышлите мне пожалуйста на мою электронную почту и скидывайте ему сразу запроводительное письмо и также параллельно договариваетесь за осмотр по закону по 127 федеральному закону а мы работаем в рамках данного закона это вообще настольная книга брокера библия брокера по-другому называем так вот по закону конкурсный управляющий обязан дать вам доступ для осмотра изучение того или иного лота если он препятствует то можно торги отменить но это совсем другая история итак не отходим от второго шага наша задача изучить сначала документа если мы понимаем что лот в хорошем состоянии едем его смотрим поехали посмотрели если это автомобиль взяли ключи у конкурсного управляющего или помощника конкурсного управляющего в зависимости от того кто вам показывает данный объект завели автомобиль послушали как работает двигатель коробка проехали взад вперед и так далее по такой же аналогии действием из коммерческой недвижимостью зашли внутрь посмотрели состояние стен пола окон и так далее в общем задача выяснить ликвидный ли это лот в хорошем ли он состоянии окей понимаем что вот в хорошем состоянии и идем далее далее мы проверяем на юридическую составляющую это очень важно уважаемые друзья так как я сказал что мы работаем в ассоциации и мы все продумали до мелочей у нас в штате есть свои юристы у нас целый штат юристов которые находятся в городе ярославле вот и данные документы мы обычно им скидываем на проверку они дают заключение по тому или иному объекту какие там обременение снимаем и не снимаем и но вообще по закону по 127 федеральному закону в 90 процентов случаев все обременения снимаются нет или прекрасно уважаемые коллеги в общем мы выясняем в каком состоянии лот и на втором шаге если все клок классно двигаемся дальше по нашей пятишаговой системе если лот в плохом состоянии не стоит огорчаться ни в коем случае этих лотов очень много в данный момент а на площадке торгуют более двух миллионов лотов и ежедневно они сотнями попадают на площадку сотни лотов постоянно обновляется поехали дальше уважаемые друзья уважаемые коллеги шаг номер три давайте пробежимся по хронологии мы на первом шаге сделали мониторинг лотов на втором шаге мы проверили данный объект ok у нас есть классный лот сейчас задача выяснить нужен ли кому-то данный лот нужен ли он рынку и так друзья третий шаг называется тестирование спроса до его покупки и тут как раз таки начинается все самое интересное мы данный лот данный объект выставляем на площадке объявлений такие как авито циан автору дромбру зависимости от того какой лот выставляем я вам собственно могу сейчас это продемонстрировать как мы делаем лучше один раз увидеть чем сто раз услышать перемещаемся на экран моего ноутбука и мы сейчас с вами в личном кабинете авито точка ру обратите внимание аккаунт деньги до манкротстве и по моим завершенным объявлением у них тут порядка 100 я вам сейчас на примере одного объявления покажу как же мы тестируем спрос вот открываем примеру вот данное объявление офисное помещение 1950 квадратных метров что мы имеем мы имеем отдельно стоящее здание коммерческую недвижимость в питере цена по отчету оценщика двести тридцать семь миллионов рублей в данный момент цена торговалась девяносто восемь миллионов сто что же я сделал я поехал на объект посмотрел его пофотографировал реально объект очень был классный к сожалению мы не успели зайти по данному объекту сделку потому что у инвестора заблокировали счет в последний момент и так поехал я посмотрел и выставляю вот такое это объявление которое состоит из трех частей первой части объявлений я описываю все плюсы данного объекта во второй части я пишу что данный объект продается в рамках дела о банкротстве это имеет ряд плюсов ну во первых данный объект продается уже на 50 процентов дешевле рынка указываю пару периодов снижения цены до того периода на котором я точно уверен что дидже показывать нельзя и в третьей части объявлений я пишу кто мы такие пишу работаем официально по договору под ключ есть официальная аккредитация нашей компании в качестве партнера на данной электронной торговой площадке выкупим для вас данный объект за комиссионное вознаграждение звание тем и вот по такому объявлению нам поступают звонки и наша задача по диалогу с крипту закрыть покупателя инвестора на договор в котором будет четко прописано за какую цену мы выкупаем а какая сумма до наших комиссионных вознаграждений и ряд других условий я вам сейчас показал только один метод как искать инвесторов у нас в арсенале таких методов порядка 10 давайте я вам быстренько покажу метод номер два давайте смоделируем ситуацию как будто бы у нас задача найти инвестора на спецтехнику в каком-нибудь регионе перемещаемся на экран моего монитора и сейчас я вам покажу и продемонстрируем и так заходим на сайт яндекс точка ру пишем в яндексе скупка спецтехники в регионах и вот все наши инвесторы вот друзья обратите внимание выкуп любой спецтехники компания купи спецтехнику онлайн оценка и так далее выкуп был спецтехники в любом состоянии дорого классный оффер кликаем на данный сайт и мы видим некая компания на постоянной основе покупает погрузчики экскаваторы бульдозеры катки дорожные фрезы автокраны и так далее в общем всего этого добра на торгах по банкротству очень много строительной компании лопаются еженедельно в данный момент банкротится одна из известных компаний су-155 чтобы вы понимали у нее на балансе только спецтехники числится 12 тысяч четыреста единиц рынок спецтехники огромнейший и эта компания только среднего уровня и так мы звоним по телефону который указан этот сайте и строим диалог следующем контексте а лот добрый день меня зовут давид викторович наша компания занимается аукционами по банкротству к нам поступил на реализацию экскаватор hitachi zx там 450 его рыночная цена а 4 миллиона рублей для вашей компании мы готовы сделать цену 2 миллиона 800 и называете ему цену с учетом вашего бонуса с учетом вашего комиссионного вознаграждения как вы думаете интересное ли предложение вы сделали данному человеку которому звонить конечно когда вот перекупы видят хотя бы разницу от рыночной цены в 10-15 процентов они по-любому будут входить в сделку вот вам пожалуйста метод номер два как искать инвесторов двигаемся далее уважаемые друзья шаг номер четыре шаг номер четыре участие в торгах покупка лота данный шаг он интересный а тут уже начинается практика непосредственно в торгах и что же нам нужно на данном четвертом шаге нам тут необходимо первое это аукционная документация мы участвуем в торгах как физические лица они несмотря на то что у меня есть свое и п о у нас есть войне коммерческая организация национальная ассоциация аукционных брокеров мы участвуем торгах как физические лица минимальный пакет документов это паспорт инфекционный код это платежные поручения это договор о задатке и заявка заявка на участие заявка выглядит вот таким вот образом она обычно на 3 листах формата а4 заявка должна соответствовать требованиям 127 федерального закона многие неопытные аукционные брокеры делают ошибки именно в заявке и иногда печально наблюдать когда 10 заявок было подано и там к примеру 4 из них отклонились за того что неправильно составлена заявка спасибо нашему юридическому отделу у нас заявочки эталонные и и так на на четвертом шаге нам необходимо подготовить аукционную документацию второе внести задаток для участия в торгах обычно он составляет десять процентов от цены этапа не более 20 и третье нам необходима аккредитация и регистрация на электронной торговой площадке и четвертое нам необходимо уважаемые друзья электронно-цифровая подпись электронно-цифровая подпись вот так вот они выглядят на вид это обычные флешки но на самом деле это не флешки это ключики от ваших миллионов рублей давайте к эцп относиться уважительно это ключи от ваших миллионов уважаемые друзья у вас наверно сейчас сразу вопрос в голове сколько же стоит ключ от миллионов рублей от 7 до десяти тысяч зависимости от регионов уважаемые друзья уважаемые коллеги по четвертому шагу у вас должно быть готова документы платежное поручение аккредитация и цп и вот самое главное друзья на четвертом шаге у вас должна быть стратегия победы по которой вы будете выигрывать данную торговую процедуру мы за два с половиной года участия в торговых процедурах я лично проанализировал более тысячи протоколов и я там увидел некие алгоритмы к когда нужно подавать заявку как делать правильно ценообразование как на площадке отслеживать сколько заявок было подано сделать анализ своих конкурентов и так далее о об этих всех нюансах мы рассказываем у нас на подготовке партнеров все ссылочки я ставлю в описании кого заинтересовала профессия аукционного брокера перейдите по ссылочкам и узнаете подробную информацию вот в общем подводя итог по четвертому шагу нам необходимо четыре основных действия документы задаток аккредитация цп и нам очень важна стратегия победы чтобы было достался нам поехали дальше шаг номер пять завершающий шаг самый приятный шаг на данном шаге мы получаем прибыль мы получаем деньги после четвертого шага нам приходит протокол торгов мы его показываем инвестору вот вы пожалуйста выиграли он нам выплачивать комиссионное вознаграждение мы его стыкуем с конкурсным управляющим они подписывают договор купли-продажи акт приема передачи оплата остатка денег и оформление объектов собственность мы это все контролируем будем при необходимости помогаем потом жмем инвестору руку и готовимся к следующей сделке друзья запомните один раз закрыв инвестора на ура вы его к себе привязывайте навсегда а представьте что вы занимаетесь аукционами по банкротству два месяца три месяца пять месяцев и вашем вашем арсенале хотя бы два три инвестора который на постоянной основе что-то выкупают дешевле рынка и платит вам за это комиссионное вознаграждение я вас поздравляю вы на финансовой вершине нет или прекрасно все уважаемые друзья вот я вам в принципе и рассказал пятишаговую систему на самом деле сложного ничего нету когда вы изо дня в день выполняете одни действия по 2-3 раза это называется дискретность действий вы становитесь экспертами вы становитесь профессионалами вот я вам рекомендую быть в команде с сильнейшими присоединяйтесь к национальной ассоциации аукционных брокеров у нас большие планы на этот рынок если вы уже на себя примерили роль аукционного брокера переходите по ссылкам описание и увидимся с вами в команде на связи был давид резаев